всем привет эта игра farming simulator продолжаем играть в данную игру и сегодня у нас обзор очередной карты ну скажу так она не новая по моему если мне память не изменяет она еще вышла в августе вот но лазил я на днях в интернете и случайно так обнаружил на одном из сайта сайта собственно вот эту вот карту карта называется глубинка 3 вот с небольшой такой приставочкой hard maps ну не знаю с чем это связано hard maps принципе сложность можно и так в принципе увеличить при старте игры ну не знаю не знаю давайте зайдем по моему я даже просто глубинка 3 не делал обзор такой карты давайте давайте посмотрим что это за зверь такой я вот здесь уже сделал деньжат немножко потому что зайдя увидел что тот трактор который у нас будет с вами сегодня на тесте стоит чумовых денег а именно 315 тысяч евро кстати смотрите вот здесь вот зелок такой нарисованный вот летающая тарелка что ли то есть я так понимаю инопланетяне здесь тоже присутствует на этой карте как и на белорусской ну что ж стартуем мы со своего скажем так ну не склада со своей базы вот здесь у нас смотрите это что у нас такое так это у нас курятник он он петух ходит ну ладно давайте как обычно посмотрим что у нас есть из техники из техники стандартный набор вот все скажем так бюджет ненькая он даже керфер и смотрите обалдеть вот и в принципе это это радует то что вначале есть вы хоть какая-то техника потому что бывает такое что заходишь на карту там вообще ничего нету ну ты это очень сильно напрягает ну что ж давайте открыли мы карту и карта у нас почему-то такая маленькая ну да ладно давайте тогда перейдем сразу в магазин купим тут трактор какой я хотел вам сегодня показать трактор это джон дир у нас еще ни разу джон диры не были скажем так на тест-драйве вот как я и говорил 315 тысяч деньжанок у нас таких не было даже если продать всю технику столько не наскребем собственно вот она какой-то танк ну какой-то танк смотрите офигеть вот такая басня у нас сегодня будет на тесте на тесте ну судя по оценнику этот трактор должен уметь абсолютно все и тянуть абсолютно все давайте посмотрим его сразу внутри ну в принципе как у всех импортных тракторов всей скажем так импортной техники здесь куча куча дисплеев куча всякой на всяких кнопочек нужных не нужных решать вам вот ну смотрите сзади тоже прикольный интересные зеркала здесь как да зеркала смотрите отражают что происходит ну правда зеркала маленькие можно было бы крупнее сделать потому что все же это трактор для трактора это мелковато зеркало ну ладно собственно давайте сделаем уже обзор наконец-то нашей карты ну что ж техника у нас появляется вот здесь странное решение объединить ну вот видите написано сельскохозяйственная техника ну это магазин сельскохозяйственной техники здесь даже не автосалон не тракторный салон скажем так а просто тупо скромненько вот так вот сельскохозяйственная техника вот а также здесь смотрите мишки что это у нас с мукой то есть я так понимаю здесь мы еще и муку можем продавать не отходя то есть купили трактор и сразу можно продавать муку так опт-агра ну то есть тоже что-то у нас здесь есть не смотрите при выезде можно помыть машину прикольно прикольно здесь продажи щепы что ли да продажи щепы и вот здесь еще один скажем так пункт разгрузки и разгрузки зерна да зерно здесь разгружается ну вот смотрите как было реализовано то есть ну автор просто наверное не захотел делать отдельно скажем так автосалон отдельно пункт разгруза просто решил объединить все это скажем так в одном месте вот ну в принципе если смотреть скажем так нашу реальность то у нас в принципе так и есть у нас могут и сразу продавать грубо говоря я не знаю там ту же сельскохозяйственную технику и рядом я не знаю хлеб продавать или там не знаю там какие нибудь спички или еще что то вот смотрите вот что меня здесь сразу порадовало выезжаем прям на трассу и смотрите здесь прям тут же колдобины такие здоровые ну очень даже очень даже прикольно так давайте глянем куда нам сейчас лучше поехать ну давайте поедем по этой дороге здесь у нас получается мы въезжаем в какой-то поселок вот здесь вот она нечто похожее на речку вода нет вода анимированная но как-то не очень она анимирована можно было добавить эффекты и покруче скажем так нравится то что здесь присутствует бездорожье вот смотрите здесь вообще выпаяны такие вот прям колея жестокая такая помнится делал тоже обзор ездил на пикапе и вот в таком месте я как раз засадил пикап ну судя по карте здесь у нас где-то рядом должна быть какой-то поселок деревушка смотрите здесь небольшой участок можно подкосить дровы кстати не знаю вот как-то мне кажется этот трактор выглядит немножко стремновато стремновато здесь вот смотрите кони ферма ну это кони ферма скажем так как просто ну как объект просто это для красоты а вот здесь вот вроде бы как навес под солому но опять же немножко непонятно смотрите какие плакаты здесь в общем здорово здесь ремонт дороги нам дальше туда проехать нельзя кстати судя по карте там у нас был поселок но что-то поселок у нас стоит из двух домов вот он вот поселок увлекся я кони фермой и проскочил так здесь где-то съезд можно впереди нет слишком такой знаете поворот кстати смотрите здесь под кирпич здесь въезда нет есть другой стороны у нас может еще не пустят да сюда еще не пустят так наверное надо соблюдать все-таки правила дорожного движения и тогда у нас будет дальше поеду в общем живое пиво это пивзавод это здорово кстати смотрите вариант блин надо было все-таки наверное установить вот эти вот дополнение вот эти вот всякие моды которые требовалось ну их надо было полазить на том сайте откуда я скачивал я их не нашел так что если вы надумаете на данной карте играть то лучше конечно же установить все необходимые моды да вот как у меня вот так вот не получилось что вы подъезжаете допустим к пивзаводу и он вам скажем так не открывает дверь так пивзавод мы с вами посмотрели едем дальше и здесь тоже у нас продажа шерсти наверно въезжаем тоже в небольшой поселок да вот вот смотрите сидит мужик и в принципе ну тут что-то нечто похожее на магазин либо это какой-то частник вот и он закупает у нас шерсть так дальше идем здесь вот проехать можно еще посмотреть какой-то объект там по-моему бензозаправка вот здесь неподалеку лают собаки и вот смотрите здесь у нас свиноферма что что это у нас да свиноферма сейчас свиноферма в принципе как и везде одинаковые смотрите какой классный плакат смотрите шишка такая с пятачком ну просто вообще фирма фирма как и у всех единственное вот добавилась система кондиционирования или вентиляции неважно вот а так в принципе смотрите все то же самое ну откачка навоза жидкого вот здесь вот цистерна под картофель ну под корнеплоды сделаны тоже ну немножко изменения есть но они незначительные но в принципе очень даже очень даже здорово ну это под дерьмо под дерьмо а нет смотрите жуткий навоз вот оно место откачивать а там бочка может быть просто как для красоты чтоб хуже было здесь нам распахивают ворота может быть здесь что-то еще какой-то ингредиент добавляется так давайте дальше проедем вон там тоже какой-то объект доедем посмотрим пустят нас туда или нет а по идее могут не пустить потому что скорее всего ворота тут стоят но это будет тогда печально вот оно вроде дорога идет которая к этому объекту да ворота присутствуют могут даже не открыться а ну мы через них можем проехать ну это великолепно это овощи база овощи база смотрите здесь картофель свекла и я так понимаю трава и трава ну то есть это вот такой вот склад там бобик сидит смотрите травы ну будем считать это мини-склад такой так давайте дальше выезжать здесь очень петляет дорога мне такие отличные не нравится дела здесь тоже смотрите закрыто а здесь шлагбаум закрыт но мы не гордые мы едем а здесь у нас скорее всего где-то должна быть делянка лесопилка и так далее смотрите деревья поваленные тут у нас небольшое болотце лесозаготовка идет полным ходом но тут какие-то крыши виднеются давайте подъедем посмотрим что это у нас здесь как будто колбасик смотрите там даже чучело есть в огороде стоит офигенно да заезжать я туда не буду вот ну вот чучело так а теперь посмотрим что вот это за объект ну тут что-то даже написано сейчас подойдем поближе посмотрим сельскохозяйственная химия ну это наверное этот всякие здесь удобрения химические и так далее ну так оно есть вот оно вот оно химические удобрения проживевшие напрочь вазик стоит ну вот кстати интересное решение сделать отдельно а кстати вот мы немножко не доехали до лесопилки она вот там немножко в стороне ну судя по карте если там кто знает здесь надо наверх подыматься не знаю получится у нас дорогу я не вижу поэтому едем через лес прямо так а здесь смотрите у нас овцеферма овцеферма ну заезжайте наверное надо посмотреть идите заезд овцеферма 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 да она стоит тоже не пустит надо ставить мод анимационного вот это вот ну как чтобы открывались ворота давайте вот так со стороны посмотрим здесь поилка кормушка ну я так понимаю еще и солому подвозить надо будет и смотрите вот это вот где поддоны с шерстью будут появляться сама вот этот механизм он находится внутри то есть туда заезжать надо будет ну то есть в принципе тоже сделано очень грамотно а то раньше вот на картах в основном делали просто с краю и это уже не очень интересно было ой как бы мне не застрять здесь так нам надо проехать на ту сторону на ту сторону кто тут лягушки квакает я не знаю вам слышно или нет но мне очень даже очень даже слышно так сейчас мы едем на делянку собственно где-то где-то вот здесь вот она должна быть судя по карте написано шоп ну это продажа продажа деревьев судя по всему вот такая избушка стоит и собственно ну давайте выйдем это не продажа деревьев это покупка вот этих вот маленьких да саженцев вот странное решение ну это в простонародье как я обычно называю его магазин опи который находится в лесу теперь вот такой вот избушка выглядит так вот там он уже стоит автомобиль какой-то урал и вот здесь что-то какие-то работы ведутся ну это как раз а работа это по строительству дороги по строительству дороги как раз так немножечко подзастряли давайте посмотрим где мы еще с вами не были не были в верхней части карты так то мы с вами вроде бы везде побывали давайте съездим туда немножко неуклюжий трактор для скажем так повседневной езды он естественно не подходит а так вот если допустим что-то тягать в принципе очень даже ничего стоп вот еще что-то семена что ли написано или что у нас здесь да действительно покупка семян отдельный объект то есть мы сюда заезжаем и и вот мы видим магазинчик ну ларек такой по покупке семян но здесь опять же немножечко мне кажется будет трудновато потому что места мало и заезжать будет немножко проблематично ну не заезжать разворачиваться проблематично так с семенами тоже мы разобрались едем дальше что у нас здесь написано лесопилка искал я ее около леса на самом деле лесопилка оказывается у нас вот она от леса прилично так на приличном расстоянии находится ну то бишь все равно она присутствует присутствует на этой карте ну опять же все здесь плотненько на больших скажем так машинах будет немножко проблематично но в принципе здесь сквозной проезд так что не все так плохо как кажется вот а лучше даже ничего магазин продукты вот и здесь как я и говорил вот он ну я не знаю барыга или как его там назвать бизнесмен который занимается шерстью так давайте теперь поворачивать сюда здесь у нас должен быть коровник вот даже смотрите такой небольшой рекламный щит лежачая коровка и здесь значит где-то у нас подбище смотрите дорога идет прямо через болото то есть мы проезжаем прямо по болоту класс опять чучело да здесь смотрите как на возвышенности то есть можно даже туда вон увалиться случайно так вот если будете ехать пьяным то в принципе всякое можно устроить здесь так ну что ж вот он коровник вот он коровник здесь у нас смотрите цистерна я так понимаю по откачке молока да так оно есть здесь прям сразу жидкий навоз смотрите колонка для набора воды и также керхер для мытья техники можно коровку заодно помыть если что собственно сама ферма сама ферма здесь ячейка для навоза доильный аппарат сейчас мы туда доедем вот он доильный аппарат в принципе там кормушки внутри кормушки поелки все в принципе очень даже грамотно сделано очень даже мне нравится и смотрите большой лук где в принципе можно накосить травы при желании можно даже часть поля взять вот этого под лук или наоборот лук переделать под полом то есть в принципе очень даже продуманная карта есть небольшие недочеты но они совсем такие знаете маленькие вот наверное засадили да смотрите вот никак не засадим и наш трактор так давайте посмотрим да побывали мы везде ну и теперь давайте посмотрим цену полей цену полей вот здесь смотрите срочно недорого продается земля андрей хард а вот оно значит что вот оно значит что глубинка 3 хард мэпс это значит просто а в честь скажем так создателя так земля от собственника чернозем сельхоз назначения ну и вы видите телефоны кому можно позвонить ну цены я бы сказал немножко не демократичные немножко не демократичные потому что а в принципе за 4 гектара сто восемь тысяч евро ну мне кажется немножко дороговато вот ну это чисто мое мнение в принципе есть наверное на этой карте меньшие поля естественно и цена естественно будет меньше давайте посмотрим в собственности у нас что то есть в собственности есть двенадцатое поле ну так находится на удалении и в принципе для старта нам его хватит смотрите как прорисован чернозем очень даже классно очень даже классно ну что ж ребята вот такой у нас был обзор смотрите даже вертолет летает сверху вот он прямо над нами озвереть вот такой тут кстати говоря инопланетяне тоже бывает потому что на картинке мы видели летающую тарелку на фоне зелка на этом теперь у нас однозначно все вот такой вот был у нас джон дир трактор версии модель точнее 9560 р ну в принципе для допустим распашки земли там транспортировки может быть и хорош но для повседневной езды там допустим из одной точки в другую на таком тракторе не очень скажем так удобно будет есть вообще наверное на любом тракторе не очень удобно будет ездить а так в принципе очень очень даже ничего очень даже ничего а насчет карты карта чудесная есть небольшие недочеты но эти недочеты в принципе плевые то есть они в принципе особо никак не влияют на игру на этом обзор закончен подписывайтесь на канал твича на канал и ютуба комментируйте ставьте лайки всем пока нет не м очень жяко компания